Скажите, а слышали что-нибудь об мобильном приложении Pokemon Go? Конечно, конечно слышал. Это сейчас очень популярно и актуально, да. Что можете сказать? Очень классное приложение, но единственное, люди не должны терять голову. Да, увы. Мы сидим в интернете, да. Что слышали? Что можете сказать об этой игре? Ее слишком много везде. Она затягивает. Ну, ничего хорошего. Думаю, это небезопасно. Что может произойти? Отвлечение внимания. Побежал ловить покемона на дорогу. Пожалуйста. Ну, только если какую-то сильную зависимость вызвать большую, вот, и невозможность как-то отвлечься от этого, потому что все сейчас вот эти новые мобильные приложения и всякие новшества в плане электронных вот этих игр и компьютерных игр, конечно, вызывают определенный такой момент привыкания, так скажем, у народа. Вчера мой знакомый рассказывал, что он пошел ловить покемонов, вот, он в Питере живет, да, и его стопанули гопники, и в результате ему рассекли бровь ножом. Покемон-го опасен для здоровья, серьезно. Мы не заняты с поступлением, поэтому нам не до покемонов. Как эта игра может сказаться на нашей жизни? Ну, люди станут чуть-чуть активнее, поскольку, если все люди сидели раньше дома, то сейчас они ходят и ловят покемонов. На ваш взгляд, разработана ли эта игра для дестабилизации, может быть, ситуации в России? Теоретически, да. Каким образом? Ты просто ловишь покемонов, там же нет каких-то политических лозунгов, не знаю, каких-то таких вещей, которые как-то могут подорвать устои общества. Ты просто ходишь по улицам и ловишь покемонов. Все. Патриот может ли играть в подобные зарубежные игры? Может играть. Может играть, может смотреть сериалы зарубежные. Это патриотизм, он не в этом складывается. Он складывается из базовых титанических понятий человека. Ну, никак не я поиграл в игру, все, значит, я не патриот. Здесь дело каждого человека. Причем здесь как игра связана с патриотизмом, объясните мне. Интересно, было бы воскресить славянистов, и так в веке 18-го они посмеялись. Да. То, что патриотизм страдает из-за покемонов, это смешно, это просто смешно. Вот российские чиновники называют игру порождением дьявола. Можно ее назвать порождением? Нет, они просто неправильно поняли смысл. Это не порождение дьявола. Огонь, как считается, тоже порождением дьявола, можно сказать, да. Но кто-то использует его, чтобы разогреть пищу, а кто-то использует его, чтобы сжигать кого-то. Или неаккуратно, не следя, дома сгорают так же. Так что, как используешь, так оно и будет. В праве ли российские чиновники запрещать такие игры? Нет, не в праве. Я не согласен с этим. Я считаю, что они только вызовут диссонанс у общества. Нужно многие чиновнические законы запрещать, но никак не игру, определенно. Ну, вообще, да, для безопасности детей, потому что дети не осознают это. Я думаю, нет. Как бы, в принципе, это выбор людей. Лучше бы они занимались важными делами, а не какой-то игрой. Да, все же. Просто, допустим, вот эти те же самые наркотики, дороги и так далее. Лучше бы они разобрались в стране, а не в этих играх. Ну, я думаю, что, в принципе, да, это было бы неплохо, что могли бы какие-то, в принципе, мобильные приложения запрещать, которые негативно влияют так, как и на детскую психику, в принципе, и на психику взрослых людей. Нет, свободу покемонам. Мы должны собрать как можно больше покемонов. Они могут взять и запретить, не считая наше мнение. Могут не запретить, но это как-то глупо. Запрещать что-то другое. То же самое, сейчас перекройте все то, что у нас идет из зарубежья, и с чем мы останемся? Ни с чем.